В какой же вид спорта отдать ребенка? В бокс, борьбу, футбол, хоккей, легкую атлетику, а может быть плавание? Примерно так начинают размышлять родители, когда их чаду исполняется 5-6 лет. Как правило, в основном мы отдаем детей в те виды спорта, которым не только симпатизируем сами, но и которые пользуются популярностью в регионе. Спросите у любого иркутянина, какой вид спорта самый популярный в нашем городе. И, пожалуй, каждый, практически не задумываясь, ответит, что это хоккей с мячом. И любовь к оранжевому мячу прививают иркутянам с самого детства. История иркутского хоккея с мячом богата взлетами и громкими именами. Но в последнее время все меньше ребят приходят в хоккейные секции, а родители девочек вообще считают хоккей с мячом абсолютно неподходящим для их детей. Хоккей с мячом популярен, наверное, скорее всего, среди мальчиков, потому что для девочек считают родители, что это не женский вид спорта. Но хотя, когда ко мне приходят и видят результаты какие-то, достигает наша команда, то родители ко мне приводят детей. То есть я вот набираю средний возраст, у меня 8-9 год, девочки. Дети стремятся учиться и постигать новые упражнения и технику. У них только формируется характер, и детский возраст – самое время, чтобы прививать привычку и любовь к большому спорту. Мне нравится заниматься. Тут весело. Весело? Весело, только не трудно. Ну, бывают трудности, но я стараюсь их преодолевать. С каждым годом мы наблюдаем печальную тенденцию к снижению популярности хоккея с мячом, особенно среди женщин. Женских команд очень мало, и популярность в России не велика этого виду спорта. Раньше у нас было много команд. Когда мы только начинали, было достаточно. А сейчас мы ездим на Кубок России на чемпионат России на всего три команды. То есть Иркутск, Екатеринбург, Москва – больше нет. Раньше был Мурманск, Куфа, сейчас хуже нет. Но, пожалуй, наш регион тот самый, благодаря которому вся Россия вновь станет интересоваться женским хоккеем с мячом. Нельзя не отметить, что большая часть сборной страны – это иркутянки. И у нынешних юных хоккеисток есть шанс защищать в будущем честь России на международных соревнованиях. Бывает приходят девочки такие, которые сразу, в первый же день она встала на коньки и поехала. Дал ей клюшку в руки, она ее взяла правильно. Показала ей, как бить удар, как нужно кататься. Все делает совершенно правильно. А есть такие, с которыми очень тяжело, трудно работать, но по итогу своим стараниям они добиваются больших успехов. Девочки, которые тренируются всей душой, переживают за свои успехи и за успехи своего клуба. И стремятся всеми силами стать лучше. Ну вот, например, я вратарь, я не уверена в себе. У меня вроде получается, но я думаю, что это не очень хорошо. И как бы из-за этого я… мне труднее. Но через несколько лет я буду побеждать и всему миру покажу, что такое рекорд. Ну, в смысле, что такое хоккей с мячом. Некоторые даже не знают, что есть такой вид спорта. Приводите детей в хоккей. Этот вид спорта действительно – визитная карточка нашего региона. Мы здесь, во-первых, всех ждем. Во-вторых, это бесплатное занятие здесь совершенно. Только нужна форма. И главное, в будущем можно достичь таких результатов, которые достигли вот именно мы. И я не знаю, для меня хоккей – это теперь как смысл жизни. Потому что я всю жизнь тренируюсь, теперь я работаю, отдаю свою любовь детям. И я очень жду здесь много-много девочек у себя в команде. Мы верим, что и эти ребята через несколько лет, так же, как и нынешняя сборная по хоккей с мячом, будут улыбаться нам свыше ступенек недестала. Катерина Золотарева, Максим Юргин. Утренний коктейль.